Волейбольный локомотив 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 При своих трибунах новосибирцам важно было справиться с мощным соперником, а Кузбасс стремился продлить победную серию. Тем более, что поддержка у гостей собралась более чем солидная. Первый раз сюда приехали. Очень интересно посмотреть на новую арену, поболеть за родную команду. Сегодня очень хочется отметить очень позитивный настрой всех руководителей клуба, которые нас встречали, охрану, которая пропускала нас. Все приветливы, очень вежливы. Замечательная обстановка, дружеская атмосфера. Все супер. Первый сет команды начали в равной борьбе, и это отражалось на табло. 7-7, 14-14, 20-20. Ни один из соперников не отпускал другого, но в решающие минуты сильнее оказались волейболисты Кузбасса, забравшие первый сет с минимальным преимуществом. Похожая картина сложилась и во второй партии, хотя начало игрового отрезка осталось за локомотивом. Но в итоге с плюс 4 все вернулось к равенству в концовке и итоговому успеху гостей. Новосибирцы практически ни в чем не уступали сопернику, но сказывалось отсутствие капитана Сергея Савина. Сергей запылял, кажется, ОРВИ, но на всякий случай мы решили не рисковать, оставили его дома, завтра и проверим. Но я был уверен, что, наверное, можем сыграть и в этом составе. Хорошо, конечно, не хватало у нас немножко свежей доигровки. Даже без капитана вернуться в игру локомотив сумел в третьем сете. Кузбасс начал удачно, ведя 7-5. Но после этого хозяева заиграли в чемпионский волейбол. Лучше всего получалось на подачах Родичева. За партию Алексей отметился тремя эйсами. Наконец заработал блок Куркаев-Щербинин, стабильно набирал очки Лубурич. Итог партии 25-18. И все же спасти матч хозяевам не удалось. Четвертый сет расставил все по местам. У Кузбасса вышли свежие доигровщики Сиважелес и Пакшин. И именно их удачная игра позволила гостям оформить победу в партии. А заодно и в матче 3-1. Несмотря на то, что играли чуть немного другим составом, все равно показали хороший волейбол. И в каждой партии решили одна-две ошибки, сложенные в течение партии. И такой вылился счет. А так мы, я думаю, хорошо играли. Локомотив занял второе место в группе в этом раунде Кубка. Пропустив вперед как раз Кимировчан и уверенно шагнул в следующую стадию турнира, которая состоится в ноябре. Там железнодорожники попадут в новую группу из четырех клубов. Для выхода в финал Кубка нужно будет занять первое место. Но пока все мысли команды о чемпионате страны. Первый тур Локомотив проведет на выезде уже 26 сентября. Новосибирцы сыграют против Красноярского Енисея. К другим новостям. Баскетболисты Новосибирска выступили на предсезонном турнире в Ижевске. Итоги неутешительные. Шестое место и травма капитана команды Сергея Токарева. Ее игрок получил на первых минутах стартового матча, сломав мизинец. Повреждение Токарева наложило отпечаток на все выступление команды. Потеряв основного разыгрывающего тренерскому штабу, пришлось кардинально перестраивать игру. Плюс по ходу турнира выбыл защитник Дмитрий Макеев. Он занял участие лишь в групповом этапе. Зато к команде присоединился новичок. Новосибирск подписал контракт с белорусским форвардом Никитой Мещеряковым. Сходу игрок показал хорошую результативность, набрав в дебютном для себя матче 11 очков. Всего в пяти встречах в Ижевске новосибирцы смогли одержать одну победу над Уфимцем. А в матче за пятое место уступили Уралмашу 88-95. Если мужчины только готовятся к сезону, то у девушек он уже стартовал. Первые матчи динамовки провели на Кубок России и не смогли выйти в полуфинал. Групповой этап прошел в Курске, помимо новосибирского «Динамо» их хозяек. С одноименным названием участием в нем приняли «Казаночка», «Волблячевоката», «Юность» из Пензенской области и «Дубль» Красноярского Енисея. Расклад «Скилл» был понятен с самого начала. За единственную путевку в следующую стадию должны были бороться именно два «Динамо». Но противостоять Курску, одному из лидеров европейского баскетбола, даже в его только российском составе, сибирячкам было сложно. Поражение 46-71. Самыми результативными игроками в составе новосибирской команды стали Марина Голдрева и Галина Шамова. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин